Опа! Друзья, всем привет! Вы на канале ВПОСЕ КЛАВА СЕРЕГА и ДИМОНЫЙЧ. ДИМОНЫЙЧ. Так, мы показываем сегодня, где мы копаем. Какие мы сегодня земли покаляем? ЛАТЫШКИЕ. ЛАТЫШКИЕ. ЛАТЫШКИЕ земли. Да, только у них стояло такое. Да, мы вот сегодня копаем, блиндаж поднимаем. Блиндажик. Не мы, а вы. Да, пока поднимаю я, и Дима тут. Так, пока тоже разведочку делает. Что, покажем, что нашли? Такая вот у нас шпора вывалилась. Шпора. Дима говорит, здесь какие-то клеймы стоят. Лучше. Так, пару бутылок была. Большая бутылка. Маленькая бутылочка. Битой посуды много лежит. Так, что вот Дима только что принес какую-то коробку здоровую. Написано по-немецки крабы. Крабы какой-то гели. Там все поймешь. Ложка. Ложечка, да. Ложечка. Мельхиоровая. А тут эта пуговка. А что-то Дима говорит, что это по-царски, да? Да. Мельхиор. Мельхиор. Царским шрифтом. Точно, блин. Нифига себе. И так, чтобы с этим и с клеймами. Да, с клеймом. Обалденно. Это потом на большую камеру надо будет снимать. Блин, жалко нету это самое, да? Нету, да. Если бы была бы звезда на конце, это самая шпора. Это шпора на ботинок, друзья. На сапог. Вот сюда вот она одевалась, эта шпора. Здесь была такая звездочка, чтобы лошадку по бокам чпок-чпок. И она быстрее бежала. Ну это какие-то консервы были крабные, да? Скорее всего. Крабан. Геле. Какой-то. Крабное желе. Не советское, ничего. Нет, нет, немецкое. Краска. Написано краской. Да, да, да. Стояла прямо посреди леса. А вот тут что написано. Тоже что-то. Но тут уже все. Fine. Поела. Да, ну что будем копать дальше? Смотреть, что еще есть. Должно что-то еще выскочить. Да, вот эта штука конечно прикольная. Главное Риавская. Да. Вот Риа. Да. Позиции немецкие. Да. Позиции немецкие. А это шпора российской армии. Российская императорская армия. Или русской императорской. Русской. Русской императорской армии. Дима меня правильно поправляет. Дима меня все время поправляет. Потому что я не очень. Я сам похожа немного. Нет, Дима, ты знаешь больше меня. Ну если это самое. Не скромничай. Не надо скромничать. Он потерял, Дима, металлоискатель. Забыл где положил. Все, продолжаю дальше. Блиндаж поднимать. О, привет. Обязательно после того, как сделал несколько копов. Чуть-чуть насыпал грунта сюда. Из блиндажа. Надо все это дело прозвонить. Чтобы не перекрыть следующим сбоем. Очень много железа. Поэтому надо постоянно прозванивать. Ничего нету. Здесь какой-то кусочек железа наверное лежит. Да, это кусок консервной банки немецкой. Еще одна. Еще одна шпора, ребята. Вижу, что дуга лежит. Смотрите. Смотрите, 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 друзья. Офигеть можно. Вот это да. Вот это красота. С колесиком. Со звездочкой. Со звездочкой. Но сгнившая. Звездочка была железная. И сгнила. К сожалению. Офигеть. Тором клемма стоят, вижу. Димон, еще одна шпора. Еще одна шпора. Вот это уже ништячок. Это более ровненько. Это погнутая какая. Это ровненько. Сколько хожу, шпоры еще ни разу не попадались. Вообще ни разу, ребята. Видел, что людям попадается. Но мне ни разу. Первые мои шпорки. Причем мельхиоровые или серебряные. Посеребреные. Не железные. Да, вот и бутылочка только что вылезла из-под медички. Какие-то медикаменты были немецкие. Целенько. Глазами нашел. Так, друзья, по-моему лежит колечко. Колечко, колечко, кольцо. Серебряное что ли. Есть и кольцо, конечно. Так. Кольцо. Серебряное. Да, поломанное. Ё-моё. Видать, корнями раздуло его. Тоненькое, тоненькое серебряное колечко. Ребята, как жалко, что оно сломанное. Проб никаких нет. Но это, друзья, точно серебряное кольцо. Ладно, ложим в находки. В находки. Чипок сюда. Да. И вот, смотрите, попалась какая-то баночка. Видать, какая-то мазюкала была. Возможно, что мазать лицо или ноги от обморожения. Солдаты мазали. Так, видел, что лежала бутылка где-то. Лопатой ее немножко коснул, но, по-моему, не разбил. Вот она, красавица. Какая здоровая. Нифига себе. О, вот эта бутылка. Из-под чего такая была? Шнапса какого-то? Шнапс, наверное. Димон там ходит с металлоискателем, вижу. А, так-то вторая уже такая. Вот еще одна была. Две одинаковые. Короче, закапываю я все это дело обратно. Здесь больше ничего нет такого. Видать, мусорка была, она сползла в блиндаж. Эту мусорку я поднял, остальное просто пустота какая-то. Что-то мы поленились щупы взять, да? Ну. Два метра идти, а щупы не взяли. Как всегда. Ну да. Какие-то гвозди лезут снизу. Ага. Мусорка, наверное, была. Тут не стекла, ничего. Ничего. У меня там тоже все уже. Что делаем? Я не знаю, можем ехать туда, смотри. Как хочешь. Нет, ты хочешь там докопать. Я все закопал уже. Закопал уже все? Да. Это за язву забывают. Там вот, смотри, еще один блиндаж. А, пустые, да? Вот, а тут траншея была даже. Ничего себе. Ну да, да, да. Может недолго сидели, знаешь, здесь. Эта часть траншея с запахи на носиле уходила. Ну да. У нас самое интересное, что шпоры, да? Российские. Откуда они тут взялись? Немецкие позиции. Российские шпоры. Трофеи? Думаешь? Кто-то сапоги снял, да? С русского? Вот зараза. Вот немчура, а. Сняли с русского сапоги и носили. И были офицерские. Аааа. Наверное, офицерские. Точно. Сняли сапоги, офицеры, шпоры содрали, выкинули. И сапога ходили. Вот козлярские, а. Сейчас опять скажут, что я что-то против немцев имею. Нам вообще по барабану. Хоть ты немец, хоть ты туземец. Если бы человек он был. Соберем свои находки и поедем на другое место. Шпоры заберем. Колечко серебряное заберем. И все, остальное вообще ничего брать не было. Шапкой зацепился, у меня вверх повисло. Идите сюда. Поедем на другое место переезжать. А, Димон хитрый в обход пошел. По дереву? Нет, я по дереву не хочу. Я вот здесь пойду. Что там мусорка? Поедем новые места осваивать. Переехали на другое место. Дима сразу монету поднял. Сразу только второй сигнал. Значит я ничего не найду. Или с первого сигнала. Да. Это первая. Да. Я думаю это вторая. Это вторая. Первая. Прикольно. Они всегда хорошо сохраняются. Вот заметил я. В песке. Да, в песке. Два. Восемьсот. Девятьсот. Двенадцать. Прикольно. Нормально вообще красава. Поперла что-то. Поперла масть. Одна монета наверно будет. Ну блин. Может нам повезет сегодня. Но сигнал идет такой очень очень глубокий. и большой. Попробуем достать что там лежит. Что-то я ничего не могу нащупать. Ё-моё. Сережа. Ты что наделал Сереженька. Ты же весь грязный теперь будешь. Ну и куда я теперь с такой рукой пойду. Ё-моё. Ох. Достать не судьба. Слишком глубоко. Вода мешает. Корни мешает. Придется приезжать сюда летом и доставать. Короче приняли мы с Димоном решение. Решение. Что надо взять щуп и прощупать. Хотя бы узнать на какой глубине лежит это большое изделие. Где тут еще пилка. Вот она. К магниту смотреть. Прилипла. Приклепляйся. Вот такой. Приклепилась к магниту. Сейчас пойдем прощупаем. Шпаги звон. Как звон бокалов. С детства мне. Линия слух. Сейчас прощупаем. Тут но. По-моему где то вот здесь вот. Мне кажется под дерево может. А вот она. О. Совсем рядом. Да. Тут уже ничего нету. Корни. Засел. Ё-моё. Да. Под дерево. Офигеть. Ну блин. С таким сигналом. Он что-то большой должно лежать. Ё-моё. Да. Да. Это какой-то камень. Камень. Там больше. Тут что-то крупное лежит. Понимаешь? Очень крупное. Махрин на него. Накопается. Да. Надо вырубать. Это камень. Вот он. Вот он. Офигеть. На коже глубинета может лежать. Это просто жесть какая-то. Щуп уходит на самое-самое дно. И конца просто нету. Вот щуп уходит метровый. И куда-то проваливается туда в глубину ребята. Куда-то глубоко-глубоко уходит. Так. Это камень у нас. Это камень. Вот опять он пошел. Так. Вот. Все. Опять пошел туда глубоко-глубоко. Все уходит. Опа. И сигнал я проверил. Пимпойтером идет именно отсюда. Так. Вот здесь по краям ничего нету. Пошли-пошли вниз. Вниз. Сильнее-сильнее-сильнее. Все. Пошел процесс. Орет. Аж орет там где-то внизу. Но щуп ничего не нащупывает. Может кольцо от бочки лежит. Не похоже на то. Что-то лежит внизу. Очень-очень глубоко. Так. Как к руке холодно. Не могу никак успокоиться. Хочется мне достать, что там лежит. Нащупать хотя бы. Думаешь здесь дом настоял. Похоже. Ну не словно. Вон там земля черная-черная. О. Вот кирпич пошел. Смотри. Горшок. Да. Ну смотри. Точно часть фундамента здесь. Стеклянная рубанул. Да. Точно. Смотри с надписью. Немецкая. Немецкая. Флэши. Да. Немецкая. Что это такое? Флэш рояль. Флэш рояль. Что я посуду. Да. Пошла в тарелочке. Вся коровую бутылочку. Что это сам видишь? Да. Все равно. Что делать здесь? И нифига нету больше. Как-то на одном месте. Смотри. Было осколок. И все. Что такое было? Растащило все. Странно что ли. О. С клеймом даже было. Да. Огрызочек. Клейм лавлен. Точно клейм. Ай-яй-яй-яй. Точно. Точно. Самое донышко. Чего-то там. Или тарелка. Или чашки какую-то. Ай-яй-яй. Ничего нету в нем. Короче дом интересный был. Ну да. Был бы. Если бы он был. Ну все же как всегда. Да. Зарываем обратно. Ну да. Зарываем. Нужно тот сигнал будет выкопать наверное кажется. Обязательно. Блин. А вдруг мне вот что-нибудь затарили. Пекинь. Ой. Бидон какой-нибудь. С посудой. О блин. Такое стекло. Такое разное. Красное стекло. Ну. Вот еще чего-то донышко было. Что там Дима. Покажи. О нифига себе. Баратосик. Затерты. Ну да. Ну видно этого коня. Да. Точно Баратос? Литовский. Да. Баратос точно. Мы находимся где? В Латвии. Да. Ну а что нифига себе. Может быть да. ВКЛ. Ну да. Речь Посполитая. Да. Ай да. Ну да. Это не ВКЛ. Это Речь Посполитая. Да да да. Ну. А то вообще все нормально. Ну прикольно. Интересно что тут делают вообще. Действительно. Прям вот там возле фундамента. Ну. И такой сахран песочный. Угу. Видишь он такой как блестит. Ну. Песочный такой. А год и год не узнаем. 1600 там будет 30 какой-нибудь наверное. Или 50 какой-нибудь. Может есть. Нет. Ой. Все. До свидания. Нету больше Баратоса у тебя. Есть. Я вижу его. Ага. Сигнальчик у тебя? Не знаю вообще. Что-то с глубины. Кто там? Что-то показалось там. А тут заяц белый я видел. А может он был. Ну. Белый-белый такой. Морнуло что-то. Пробежал ну. Тоненький такой. Что еще какая-то движуха вроде. Вообще же знаешь. Жерезяк. Какие-то латаши блин это самые неспокойные. Дома не сидят. Носятся по лесам. Вот. Гвоздь. Не может быть. Нет. Все там еще лежит. Ну пусть ребята посмотрят как ты работаешь. А я отдыхаю опять скажем. Ты жизнь уже откопал. Да. Я сегодня. Повезло мне немножко. Повезло мне немножко сегодня. Ну это будет ерунда какая-то. Я знаю. Все равно выкупал. Интересно. Как железя какой-то. Вон она. Железка. Наконечник стрел будет. А что если братос попадает. Ну что угодно может быть. Да. Какой-то блин. Ну что-то старое. Это по-моему хоть этот самый. Клиныш какой-то. Типа стопорная палочка. Палец стопорный. Павел первый. Павлика нашел. У-у-у-у-у. Это двушка. Это двушка. Это двушка. Не видно. Павел первый. Двушка. Так я таки нахожу 5 штук сразу. Убитая блин. Это двуха. Не. Это Николай первый. Павел. Николай. Сереброй. Ааа. Николай. Значит первый. Николай. Николай. Коля. Да-да-да. Похоже. Н1. Да. Это получается 3 копейки серебром. 3 копейки. Я думаю что да. Ни год ничего не. Это 1844. Да. Да. Да видно хорошо. 1844. Ааа. И какой-то зараза с нее сдирал цифру. Да. Видно специально сбивали зачем-то. Ой точно блин. Либо сгнило. Три да. Вон видно. Это треха треха. По размеру я вижу что треха. 1844. Пятерка уже была. Еще больше да. Больше. Десятка была вообще на всю ладонь. Да. Красава Дима. Все равно приятно. Да. Смотри вылезай. И старое место значит. Место старое. А нифига нет. И фундамент скорее всего. Ну тогда видать все глубоко. Я не знаю. А я не собрать уже минут 15-20. Вообще ни одного цветного сигнала. Я уже рука начинает болеть. Я уже начинаю психовать. Нервничать уже. Так уже начинает трясти. Дима молодец. Он все несет домой. Вот тебе месть еще Дима. Смотри. Давай давай. Смотрите. Еще конина кусок. У меня валяется с прошлого окопа. Во. Еще нашел конину. Во. Это не конина. А что это? Это от трубки от курительной. Не может быть. Нет? Нет. Слушай она открывалась и закрывалась. Может какая-нибудь петля хитрая. Ага. Что-то интересное такое. И смотри. С другой стороны такая же была. С 7 тысяч. Должна быть. Что-то такое было интересное. Так. Ну. Кучу железа. Вы уже видели. Кучу мусора. Тут Дима разгребает. Что к чему тут. Медь. Это люверса кусок. Вот она твоя бердановская пуля. Надо выкинуть тебя. Бердановская. Большая пуля. Опять намусорил. Блин. Но Сережа. Это видишь такое. Все культурно в кучу. Ну так мы же пули гильзы не берем. Не берем. Мы оставляем здесь. Пули гильзы все все. Хоть она уже как бы деактивирована. Но все равно мы ничего не таскаем такого. Так. Что у нас по находочкам. Я сегодня нашел. Сережь сегодня отличился по поводу. Ну да. В мусорке что нашел. Две эти самые. Как это называется блин эти. Шпоры. Да. Конечно зачетные вещички. С клеймами. С надписями. Еще не видел что такое. Что там написано. Ну разберемся. Что к чему. Пуговка первомировая. С короной. Мундирная. Серебряное колечко. Тоненькое. Тоненькое. Тоже часть амуниции какой-то. Так. Дима. Такую конинку. Интересную. Есть конина конечно. Вот такие вот. Ножницы были. Медные. Какие-то. Интересные очень. Какой-то был инструмент. Непонятный. Кольцо. И что-то такое. Расплющенное на конце. Ну это ножницы были точно. А. Да. Они отломаны. Вот видно. Отломаны. Медные старые. Что можно медными ножницами отрезать. Я не представляю. Ну это самое. Для лемешка. Часть гранаты. Первая мировая. Колотушки. Да. Немецкой. Так. Это у нас по-моему. На Пекельхельм зацеп. Боковой. На каску немецкую. Это у нас. Тоже часть. Пряжечки. Да. За счет. Три копейки. Серебром. Николай 1. 1844 года. Дима. Молодец. Зацепился в этой куче. Куче мусора. Сигналов просто немерено. Железных. Монету выцепил. Здесь же Буратос еще выцепил Дима. Год не узнаем. Год митунц. Одно. И две рейсы с Фенингом. Первая мировая. На сегодня все, друзья. Вы были... Блин. Не могу выговорить слово. На сегодня все. На сегодня все, друзья. Вы были на канале в поиске Клары, Серега и с Димоном. Пока. Вот какой я молодец. Год митунц. Субтитры подогнал «Симон»